Так, я постараюсь максимально город вам рассказать, что от вас требовалось и в чем была суть задачи в кабинете биохимии. Ну, поскольку Олимпиада проходит не первый год, мы прекрасно знаем, что кабинет биохимии у скольников встречает массу трудностей и проблем, поэтому постарались, как обычно, сделать задачку максимально простой, выполняемой минут за 20-25. И поскольку мы знаем, что практические навыки работы в лаборатории у скольников достаточно слабые, задание было построено так, что 10 баллов с 20 можно было получить за работу руками, и еще 10 баллов можно было получить за работу головой. То есть просто за чисто расчетные вещи можно было набрать 10 баллов, не ставя никаких экспериментов, взяв некую цифру, за основу и провести расчет. На чем была суть задачи? Был получен некий экстракт из проростка терна, который содержал ферменты, способные расщеплять крахмал в конечном итоге до белков. Поскольку крахмал – это крупная полимерная молекула, которая мало редуцирующих концов, но крахмал восстанавливающей способности не обладает. Образующаяся грукоза имеет активную альдегидную группу, поэтому она может восстанавливать медь и, соответственно, дает цветную реакцию в щелочной среде, давая красную альдегидную. Значит, был получен экстракт некого, неких проростков с концентрацией 0. Ну, я не знаю, пишет, скажем, пишет, 1 мг в милитре и был раствор крахмала с концентрацией в пересчете на глюкозу в 100 мм. Их смешали в равных объемах, соответственно, получился раствор крахмала в этой смеси максимум 50 мм по глюкозе, ну и концентрация белка уменьшена в слое. Поэтому вам был предложен стандартный ряд глюкозы от 0 до 50 мм, потому что больше просто физически получиться не может. Исходно может получиться максимум 50 мм концентрация. И, соответственно, вот после инкубации этой смеси был взят некий фильтрат Х, в котором по определению должно было быть глюкозы от 0 до 50 мм. То есть раствор Х попадал во калибровочной грязи. Понятно это? Понятно. Значит, вам надо было смешать пробы, взять глюкозу, взять коду, в неких соотношениях от 0, 10, 20, 30 и так далее милимолей, провести цветную реакцию и посмотреть, куда попал ваш раствор Х. Если вы могли посчитать из расчета 1 мл, сколько надо взять глюкозы, сколько надо взять воды, чтобы в сумме получился 1 мл, и все эти пробы правильно расписали, вам уже ставили 3,5 балла. Многие не справились даже с этим. Если вы провели цветную реакцию, у вас в пробирках был объем, похожий на 2,5 мл, и было похоже на некий ряд цветных реакций, вы могли получить еще 3,5 балла. Многие с этим не справились. Объемы были самые разные, от полкубика до пяти с лишним. У кого-то реакция вообще не сладкаясь, видимо, чего-то не наливали. Но неважно, можно было получить 3,5 балла. Если, соответственно, было хоть что-то похожее на правду по раствору Х, и вы правильно определяли его концентрацию, можно было получить еще 3 балла. То есть максимум за эту часть работы, за таблицу, стандартный ряд и определение раствора Х, можно было получить 10 баллов. Кто-то с этим справился, но, к сожалению, очень малая доля участвующих в Олимпиаде. А потом начиналась чистая арифметика. Надо было посчитать активность, процент связей, который был рассчитлен, и вопрос просто на... немножко подумать, что определяет скорость образования глюкозы, и можно ли дать ответ на этот вопрос, исходя из поставленной работы, с проведенными. Значит, с расчетом активности, ну, наверное, человек 5 справилось, может быть, 10. Ну и со всем остальным тоже. То есть абсолютно непонятным образом люди проводили эти расчеты, логика какая-то особая непосредственность. Я просто не могу понять, как народ считал. Значит, что требовалось? У вас был раствор с концентрацией глюкозы 50 миллиметров, да? И у вас был раствор, ну, например, 10 миллиметров. Что это значит? Это значит, что у вас образовалось 10 миллимолей глюкозы. 10 миллимолей редукцирующих сахаров. Ну, на вопрос номер 3, то сколько процентов связей, соответственно, расчетится? Тут уже можно посчитать. Из 50-10, это 20%. Больше, как говорится, ничего не надо. Если х был равен 20, это 40%. Если х 30, то это 60%. Понятно, да? Было 50 миллимолей потенциально, получилось 10, значит, 20% связи было расщеплено. Теперь, как считать активность? 10 миллимолей образовалось глюкозой. 10 миллимолей в литре, значит, это 10 микромолей в миллилитр. Правильно? 10 микромолей в микромолей в миллилитре. Это образовалось за 10 минут инкубации. И какая концентрация белка была в миллилитре? 0,01. Нет. 0,01 миллиграмм на миллилитр. Нет, потому что этот раствор смешали с равным объемом раствора крахмала. Соответственно, концентрация белка была вдвое меньше. Правильно? Да, тогда 0, спидаю 0,05. Правильно. То есть, соответственно, сокращаем, сюда рисуем 1000, убираем, и получается 200. Значит, 200 микромолей в минуту на миллиграмм в литре, если их было равен 10, 400, если их было равен 20, 600, если их было равен 30. Всё. Больше ничего не требуется. Ну и последний вопрос. Чем определяет скорость образования глюкозы? На него ответить нельзя, потому что там работают два фермента. Либо один более активный, либо другой более активный. А какой более активный, мы не знаем. Поэтому правильно ответил третий. При данной установке опыта ответить на этот вопрос нельзя. Так, понятно? Есть вопросы? Значит, первая часть некая работа руками, вторая часть, в общем-то, достаточно простая ритминка. Где могли мы какие-то баллы ставили, где не могли не ставили. Спасибо большое за внимание. И у нас...